Уход за шиншиллами принципиально не отличается от ухода с другими домашними животными, например, кроликами, морскими свинками или джинляниками. Катя Кардаева знает о шиншиллах не понаслышке. У нее дома живет такой необычный питомец. Эти грызуны очень чистоплотны, могут играть в одиночестве, однако обожают компанию человека. Шиншиллы вырастают до 40 сантиметров. Несмотря на свою миниатюрность, грызун любит простор. По словам Кати, чтобы завести дома шиншиллу, нужно внимательно подойти к выбору породы зверька. и обустроить его клетку. У каждой из них свой характер, как у домашней кошки или пса. К тому же шиншиллы подают с дрессировки. Катя уже обучила своего питомца нескольким командам. Самая главная команда, которую он знает, конечно, он не все одолел, это нельзя и домой. Нельзя вот это, если вкусняшка лежит там, вот нельзя в горшок лезть с цветами. Если он выполнил, он не полез, даешь ему вкусняшку. Все, и так он запомнил. На конференции были представлены и настоящие научные работы. Камка – морская водоросль, появляющаяся на побережье Анапы в теплую погоду. Во время штормов ее выбрасывают на берег. Уже несколько лет муниципальные службы и санатории борются с водорослями, убирая камку с пляжей. А если использовать ее в качестве удобрения? Были проведены опыты. При правильной обработке камка способствовала росту растений, так же, как обычное удобрение. В общем, жалко, эти удобрения, они перегнивают, где-то складируются и не используются. Любое органическое вещество, оно может служить источником удобрения для выращивания той же сельхозпродукции. Но вот единственный минус в том, что еще работы такие серьезные не проводились. И минус в том, что мы извлекаем из воды водоросль, она имеет какую-то... Из морской воды она соленая. Поэтому промывать ее вроде как невыгодно. Содержать, выдерживать ее на каких-то полигонах под дождем, ну, может быть, это вымоет каким-то образом морскую воду. Потому что соли-то вносить в почву нежелательно, будет процесс засоления. Научная конференция проходит в офисе заповедника Утриш более 20 лет. В этом году в ней приняли участие 36 юных экологов. Как отметили члены жюри, каждая работа уникальна. Тему будут дорабатывать, школьникам помогут их научные руководители. Победители муниципального этапа представят свои проекты в Краснодаре. А лидеры края выступят с докладами в институтах Москвы.